Глобальная оккультная коалиция Глобальная оккультная коалиция организации объединенных наций Экспертиза Еще слишком рано отправлять группу зажигания обратно в поле. ДК Альфина, заместитель генерального секретаря ООН по оккультной безопасности, стояла посреди пустой черноты, в окружении 108 светящихся точек. Сегодня она решила выглядеть как Одри Херберн, включив в свой образ платье от Гиванши, зонтик и причудливую шляпку. С другой стороны, у Одри Херберн никогда не было такого холодного и зловещего взгляда или столь надменного и властного выражения лица. ДК Альфина хорошо справлялась с образом знаменитой актрисы, но ей никогда не удавалось сгладить те острые углы, из-за которых ее прозвали ужасающей леди. Первое, что вы должны понять, это то, что зажигание одна из лучших наших экспертных групп, пояснила она. Это трое ветеранов, у которых в общей сложности 30 лет опыта работы в области паранормального. В составе группы они провели более дюжины успешных миссий. Они работали как идеально настроенный прибор. И вот потеряли один из своих основных компонентов. Да, его заменили, но у них не было времени для адаптации к изменению в составе команды, а вы просите их вернуться в поле всего через несколько месяцев. Это слишком рано. Одна из светящихся точек ярко мигнула и взрослась в виде высокой фигуры в черном балахоне, оформленной фиолетовым сиянием. Надпись, появившаяся на высоте груди, указывала, что под этим аватаром скрывается лорд Маркус Кроули, антипапа объединенной церкви сатаны. Ученый. Ваша забота о своих оперативниках похвальна, мадам, произнесла фигура в балахоне, но неуместно. Ваши оперативники готовы. Пусть ваш разум не омрачается самообманом. Предзнаменования подтверждают слова его темнишества, сказала молодая женщина в белом балахоне, державшая в руках клубок нитей. Ее программа определила, как глашатая кремниевых норм. Полное согласие или мнение большинства, спросила Альфине. Согласие, ответил глашатый. Уврт, Верданди и Скульт единогласно уверены в правильности этого решения. Личные чувства следует отбросить, необходимо принять меры. Совет согласен в этом, сказал лорд Маркус. Не позволяйте себе согрешить в этом вопросе, предпочтя глупость мудрости. Все 108 звезд вокруг нее моргнули и склонились в безмолвном согласии. Тогда я приму рекомендации совета к сведению, сказала Альфине. Если нет никаких дальнейших вопросов, я объявляю этот конклав оконченным. Одна за другой звезды погасли, оставив Альфине плавать в тишине и пустоте. Она закрыла глаза и медленно открыла их снова, оказавшись в своем кабинете на 40 этаже здания секретариата ООН с видом на Манхэттен. Она потерла лоб и с минуты приходила в себя, ожидая, пока пройдет тошнота после конвергенции. Заместитель генерального секретаря взяла телефон и набрала номер, которого не существует. После первого жигутка сняли трубку. «Соедините меня с отделом физис», сказала она. «Что ты знаешь о фонде?» – спросил Жаба. «Это одна из, если не самая крупная паранормальная организация, не являющаяся участницей глобальной оккультной коалиции. Ориентирована прежде всего на захват и приобретение паранормальных объектов. Поддерживает большую сеть скрытых зон содержания по всему миру, что делает ее одной из немногих глобальных организаций не из коалиции. Наряду с дланью змей и так называемыми повстанцами хаоса. В поле предписывается избегать стычек с агентами фонда, за исключением крайних ситуаций. Уровень контрмер 3. Хорошо», – кивнул Жаба. «Руководство-то читало, это видно. А теперь расскажи мне, что ты знаешь о фонде». Паучиха мысленно вздохнула и сделала глубокий вдох. «Они барахольщики», – сказала она. «В отличие от некоторых других организаций, они, кажется, не имеют никаких политических или экономических интересов в том, что делают. Пара угрозы эксплуатирует мало и в основном для финансирования своих операций. У них был краткий союз с комиссией БОУ правительства США, но он провалился. «Официально они вне закона. Подспудно они же имеют значительную поддержку со стороны правительств стран, которые не хотят иметь дело с бюрократией и правилами коалиции. Также они странно одержимы определенной последовательностью из трех букв. Сначала мы думали, что это как-то связано с их официальным девизом. Однако в настоящее время предполагается, что эта последовательность имеет для них оккультное значение, поскольку она встречается повсюду в названиях их фирм прикрытий, а также в их внутренней документации. Текущие директивы предписывают по возможности избегать этой трехзначной последовательности, на случай, если это окажется принципом подобия, который может быть использован для нарушения внутренней безопасности организации. Из-за этого мы даже не используем секьюр-копи-протокол в компьютерах». «Неплохо», — сказал жаба. «Это довольно полная картина с точки зрения офисного работника. Давай-ка я расскажу теперь версию полевого оперативника». Здоровяк хрустнул костяшками пальцев и откинулся на спинку сиденья. Маленький частный самолет продолжал свой долгий полет над облаками. «У оперативника», — продолжил жаба, «Больше всего шансов столкнуться с отрядами фонда. Это называется «командой содержания». Это эквивалент экспертных групп отдела «Физис». Они чертовски хороши и равны нам с точки зрения обучения, оборудования и поддержки. Отличаемся мы нашей миссией и нашими целями. Фонд в основном заинтересован в поиске, захвате и извлечении пары угроз. Это заметно по их оборудованию. Много нелетального оружия и оборудования для захвата, в то время как группа коалиции в первую очередь направлена на выполнение пятеричной миссии. Нигде в этой миссии не сказано, что мы должны доставлять живьем каждую встречную пару угрозам. Более того, большая часть экспертной работы фонда выполняется добровольно-принудительными сотрудниками класса «Д», как их называют. Неугодных людей и осужденных преступников заставляют работать в опасных ситуациях, когда не хотят отправлять действительных сотрудников. Опер-группы. Таким образом, мораль среди их групп, как правило, низкая, учитывая, что около половины команды не хочет там находиться и не хочет выполнять свою миссию. Короче говоря, толковой экспертной группе ГОК нередко удается прокраситься вслед за фондом, выхватить находку у них из-под носа и смыться оттуда, прежде чем они вообще поймут, что мы там были. «Мы делали так в прошлом, когда фонд пребывал на место, когда мы уже высмотрели угрозам». «Регламент велит по возможности избегать контакта со сотрудниками фонда, но это не значит, что мы должны сидеть сложа руки и позволять им забирать все пару угрозы, какие им только заблагорассудятся», заключил Жаба. «На самом деле, вообще неплохо бы не дать им загробастать как можно больше пару угроз», сказал Скунс, сидевшая напротив Жабы и со скучающим видом листавший порнографический журнал. «Мы не знаем, какого хера они с ними делают, но, вероятно, лучше не позволять им слишком живо пополнять то, что может оказаться паранормальным арсеналом». «Конечно, бодаться мы можем с командами содержания фонда, но не с мобильными опергруппами», – продолжил Жаба. «Это их спецы, их элита. Думай о них как об ударной группе. Если мы видим МОК, то про угрозу отдаем им», – согласился Скунс. «Следим за ними, протоколируем захват, пытаемся собрать побольше информации, но не приближаемся». «Ясно», – сказала Паучиха, обдумывая информацию. «А у нас есть дипломатические каналы с ним, какие-либо контакты, соглашения?» «У коалиции есть, но именно мы этим не занимаемся», – объяснил Жаба. «Бывало, что члены ГОК переходили в фонды наоборот. Было несколько раз, когда наши организации разрабатывали совместный курс действий, да и работали вместе. С другой стороны, официальная позиция коалиции такова, что фонд, будучи незаконной организацией, не получает ни официального признания совета, ни тем более приглашения вступить в саму коалицию». «Квак пытался сказать, что мы стараемся играть по правилам, но друзьями вряд ли будем», – сказал Сквунц. «Держи друзей близко, но врагов ещё ближе как-то так». Паучиха кивнула в ответ. Что-то черкнуло в записной книжке авторучек с красивой костяной конструкцией. «На самом деле изготовленный из бедренной кости казнённого убийца. Древнее и грубое, но эффективное средство противодействия магическому шпионажу». «Что-нибудь добавишь киса?» – спросила она четвёртого члена группы, в этот момент резво качавшего пресс в проходе. Высокая фунтов семь женщина остановилась и провела рукой по волосам, не меняя строгого выражения лица. «Нет», – коротко ответила она и перешла к отжиманию. Её подтянутые мышцы напряглись от нагрузки. Жаба пожал плечами. Киса никогда не была особо разговорчивой. В салоне раздался мягкий звонок и короткие статические помехи. Говорит капитан, «Мы приблизительно в 15 минутах от аэропорта. Прошу всех вернуться на свои места, приснегнуть ремни и вернуть все сиденья и стольки в вертикальное положение. 16.00, 27 градусов тепла по Цельсию, солнечно». Повучиха сунула блокнот в сумку рядом со своим гримуаром, планшетиком и потрёпанной копией полного собрания сочинения Роберта Сервиса. «Какие-нибудь ещё советы?» «Да, расслабься, всё у тебя получится», – сказал жаба. «Не то, чтобы это помогло тебе, если всё покатится к чертям, но, по крайней мере, тебе будет приятно, что тебя убили не из-за твоей же собственной глупости», – вставил скунс. «Полегче, – пердила», – зарычал жаба. «Так точно, сэр. На веки верные стремимся мы в далёкую синюю ввысь», – пробормотал скунс. Тошнотворное чувство, шебуршившееся в желудке паучихи к моменту прибытия, не имело ничего общего с морской болезнью. «Да чего же смешно я выгляжу», – думала паучиха, глядя на своё отражение в зеркале. Выглядела она так, как выглядят солдаты, по мнению авторов отстойных видеоигр. Маскировочный костюм марки 3 был определённо эффективным предметом снаряжения, но его плотно прилегающий подбитый шиферно-серый комбинезон создавал неприятный эффект. «Возможно», – размышляла она, – «это отлично смотрелось бы на модели с силиконовыми грудями, упругой задницей и осиной талии, но выглядел нелестно для широкозадой учёной, которая, несмотря на несколько месяцев интенсивных физических упражнений, так и не удалось избавиться от жирка вокруг талии и живота. Ещё сильнее бросался этот эффект в глаза на коротком, коренастом и мускулистом мужчине средних лет, широкими плечами и бёдрами, похожими на стволы деревьев. Жаба вошёл в комнату пару секунд, посмотрел на паучиху и начал возиться с ремнями. Ослабив его вокруг груди и талии, – предложил он, – чтобы дышать не мешал. А киса затянула все свои ремни на максимум, – отметила паучиха. У кисы с головой не всё в порядке. Точно подмечено, паучиха терпеливо ждала, пока жаба подстёгивал её ремни, различные сумки и крепления. «Жаль, что не могу дать тебе больше времени, чтобы привыкнуть к серому костюму», – сказал он, сосредоточенно поджав губы. «У тебя ещё не выработалась сноровка, чтобы его носить. Не моя вина, что нас так рано выдернули с обучения», – подумала паучиха. Она обождала, пока жабу, наконец, не удовлетворило состояние её снаряжения. Взяла личное оружие и повесила через плечо. С лёгким оружием она чувствовала себя по-прежнему неловко и неуверенно, хотя и прошла курс обучения по пользованию им. Киса и Скунс ждали в зале совещаний, уже будучи облачены в свои костюмы. Киса, – отметила паучиха, – вооружилась футуристичного вида карабином и пистолетом, а также пугающим большим ножом, закреплённым на левом бедре. Скунс имел при себе полуавтоматическую винтовку со сложно выглядящим прицелом и крупнокалиберный пистолет, а жаба – пулемёт с большим коробчатым магазином. Все трое обращались с оружием с привычной лёгкостью, выработанной годами практики. «Проверим кама», – сказал жаба. Вся четвёрка защёлкала переключателями на шлемах, и серая ткань, покрывавшая их тела и оружие, размылась и расплылась. Хамелеоновая ткань не была истинным плачом-невидимкой, она всего лишь маскировала хозяина под окружающую местность, используя реактивные пигментные пакеты, подобные таковым в шкуре существа, в честь которого она получила своё название. Минус её заключался в том, что действительно хорошо она работала только в семноте или на расстоянии, и только если владелец не двигается. Плюсы были в том, что при потере кусках хамелеоновой ткани, в отличие от плача-невидимки, не потребуется в пух и прах разбомбить 50 миль сельской местности, чтобы убедиться, что технологии плюс второго поколения не попадут в чужие руки. «Последние новости», — сказал жаба, когда все четверо завершили приготовление к заданию. «Патруль считает, что в районе находится команда содержания фонда, ищет пара угрозы. Действуем согласно стандартным протоколам, избегаем контакта, не попадаться, по возможности не стреляем в них. Вопросы есть? Вопросов нет, тогда вперёд!» Дорога была отвратной, корявая, покрытая выбои, на меня асфальтированная, извилистая и неровная. Это было бы ещё ничего, если бы у машины были нормальные рессоры. Но таковых не имелось, и каждый камешек с дороги через кошмарную подвеску автомобиля и тонкую обивку сидения здоровался с паучихиной задницей, бёдрами и позвоночником. За рулём был Скунс, он ехал, выключив фары и освещение приборной доски, осторожно пробираясь по горной дороге, освещенной только звёздным светом, в виде её через свой визор дополненной реальности. Огромные линзы наголовного прибора делали своего владельца похожим на жутковатого жука, а бледный звёздный свет только нагонял жути. Скунс приглушённо поругивался, когда машину качала после встречи с особо большими и острыми камнями, которые больше всего радовали паучиху. Расчётное время прибытия, шепнул он Кисе. Две минуты шепнула в ответ Амазонка. Остановись на той поляне, дальше мы пойдём пешком. Киса ехала рядом с ним не только потому, что она на этом задании выполняла роль навигатора, но и потому, что ввиду её роста не могла удобно расположиться на тесном заднем сидении. Ещё несколько минут толчков и скачков, автомобиль наконец свернул на небольшую лесную поляну и остановился под большим платаном. Закрыть маски и активировать визор, рассказал Жаба. С этого момента ни голосов, ни лиц. Паучиха надвинула свой визор расширенной реальности и крепко затянула его ремешки. Как всегда, она закрыла глаза и открыла их только сосчитав до 10. Изображение было тёмным и нечётким, но слегка повертев слайдер слева на маске, ей удалось вернуть фокус. Окулус. Четырёхфункциональное устройство расширенного зрения отдела физис. Сочетало в себе приборы ночного инфракрасного ультрафиолетового видения. Четвёртая система Веритас. Какие-то жлобы из научно-исследовательского подогнали его название под звучное латинское словцо. Основывалась на сверхтехнологии второго поколения, использовавшей истинную кирлианографию для жизненной энергии живых существ. Энергии витальной активности или Эва. Сквозь Веритас её товарищи по команде выглядели как чёрные силуэты в окружении пылающей ауры. Скун сгорел хаотично и энергично. Жаба насыщена и сфокусирована, а киса прохладными и спокойными волнами. Паучиха подняла руку к небу. Её собственная аура метала яркие, хаотичные и непостоянные искры с кончиков пальцев, похожие на разряды статического электричества. Она переключилась обратно на режим ночного видения, накинула маскировочный капюшон на голову, закрыв визер, и застегнула наглухо молнию на воротнике. Скрыв маски, четверо из зажигания стали походить на безликих роботов из длинного научно-фантастического фильма. Жаба задержался, чтобы помочь Скунцу закрыть камуфляжной тканью автомобиль. Вернулся к остальным членам команды и дважды похлопал по горлу, указывая, что начинается проверка связи. Зажигание 3. Проверка микрофона. Раздалось субвокализация высокой амазонки. Зажигание 2. Мой микрофон звучит отлично. Раз-раза съязвил Скунц. Зажигание 1. Как слышно? Ответил Жаба. За. Паучиха сглотнула и закашлялась. Этот негромкий кашель в ночной тиши звучал душераздирающе громко. Зажигание 4. Сказала она наконец. Слышу громко и ясно. Как меня слышно? Громко и ясно ответил Жаба. Группа зажигания на месте. Центр как меня слышно? Центр слышит громко и ясно, произнес низкий мужской голос в их наушниках. Имейте в виду. Наблюдатели подтвердили наличие сил фонда в вашем районе. Мы опережаем их ориентировочно на час. Постарайтесь двигаться быстро. Принято к исполнению до связи. Жаба поднял оружие и передернул затвор, после чего взвалил тяжелый пулемет на спину. Пошли. Третий вперед. Я замыкающим. Высокая безликая фигура, в которую теперь обратилась кис, коротко кивнула жабе и быстро двинулась в сторону от горной тропки в лес. За ней последовали трое остальных членов группы зажигания. Ее бедра горели, а ноги ссодинило. Через маску, охватившую нос и рот, было тяжело дышать. Она чувствовала запах собственного пота и страха, смешанный со слабым химическим запахом хамелеоновой ткани. В целом, паучиха не находила в этом походе ни грамма приятного. Она улечила момент, чтобы хлебнуть воды из гидратора. Трубочка проходила под костюмом, чтобы можно было пить, не снимая маски. Вода была безвкусная, теплая, слегка отдававшая пластмассой. Однако паучихе слишком уж хотелось пить, чтобы обращать внимание на подобные мелочи. Группа прошла добрых два часа, прежде чем столкнулась с фондовцами. Первый услышал их киса, подняла руку и склонила голову, а затем быстро указала остальным в сторону низких кустов. Она вслед за жабой юркнула под широкие корни высокого дуба и затаилась, включив маскировочную систему костюма. Жаба набросала на нее листьев и веток, помогая скрыть очертания тела, и залег в нескольких фунтах. Он также включил камуфляж, став похожим на странную кучу камней под корнями. Киса вздрогнула и тряхнула головой, когда первые из сотрудников фонда появились в поле зрения. Они ехали на квадроциклах. Четырехколесные вездеходы на одноцилиндровых мотоциклетных двигателях громогласно ревели. И даже фары у них были включены. На четырех из машин ехали по два человека в камуфляже цифра в бронежилетах. Позади водителя пятого квадроцикла ехал в небольшом прицепе мужчина в оранжевой униформе. Единственный безоружный, прикованный к прицепу руками. Водитель головной машины поднял руку и конвой остановился. Экипажи двух педних машин спешились, собрались кучи, склонились над какой-то картой. В то время как другие члены команды принялись потягиваться и расслабляться. Пассажир пятого квадроцикла, тот типа с прицепом, откаждался. «Эй, ребят, не отцепите меня от этой хреновины», — спросил он. «Мне отлить надо». «Потерпишь», — сказал его водитель-конвоир. «Мы почти на месте». «Чувак, мне сильно надо, а то я тебе весь прицеп обоссу». «Твою ж мать, ладно, держи руки так, чтобы я их видел», — пробурчал водитель. Другой охранник вытащил пистолет и направил его на пленного. Водитель в это время расстегнул тому наручники, придерживая одной рукой свое оружие. Потом, к паучихиному ужасу, пассажир направился прямо к дубу, за которым она пряталась, расстегивая штаны. Она беззвучно отшатнулась, стараясь сохранить идеальное спокойствие, когда в ночном воздухе поплыл запах эмиака. Хвала небу за милосердие, мочился он не прямо на нее, но она была уверена, что в любой момент он вдруг заметит, как странно искажаются свету основания дерева, или услышит партию турецкого барабана, который выстукивало ее сердце. Человек в оранжевом комбинезоне закончил свои дела и, на свист твой веселый мотивчик, застегнул штаны. Паучиха заставила себя выдохнуть медленно-медленно, когда агенты фонда перегруппировались, а затем дышать неглубоко, пока конвой не уехал, только когда она рискнула слегка приподнять голову и поискать на поляне остальных членов команды. Она чуть не закричала, когда жаба похлопал ее по плечу, но сумела смолчать, кусая язык. Жаба терпеливо дождался, пока она успокоится, после чего жестом велел ей продолжать путь за кисой с кунцом. «Центр — это зажигание», — услышала она его субвокализацию, сообщая, что мы столкнулись с сотрудниками фонда. «Противник передвигался на квадроциклах, прием, принято зажигание, конец связи». «А как же опережаем на час?» — шепнул скунц в коммутатор. «Мы не знали, что они будут на квадроциклах», — сказал жаба. «Мы не думали, что они настолько тупые. Они нас по скорости уделают», — заметил скунц. «Эфир не засоряет», — только ответил жаба. Еще целый час прошел, прежде чем экспертная группа зажигания догнала команду с удержания фонда. К тому времени все было кончено. Пара угроза лежала на земле, трепыхаясь под сетью из серебряных нитей. Трое из агентов фонда были ранены, двое из них несовместимы с жизнью. Заключенный в оранжевом сидел в стороне с забрызганным кровью лицом и дрожал от страха. Паучиха не могла оторвать глаз от пары угрозы. Она никогда не видела раньше единорога. Он был мало похож на прекрасного сверкающего коня, какие были нарисованы на обложках ее тетрадок в школе. Его очертания действительно смутно напоминали лошадины, и у него действительно был рог. Но на этом сходство заканчивалось. 12-летней девочкой она вряд ли могла представить, что у ее волшебного пони будет шершавая чешуя, рваная львиная гриба и бычий хвост. «Центр зажигания!» – услышала она шепот жаба в коммутаторе. «Вошел в контакт с парой угрозой. Фонд добрался до нее первым. Прошу дальнейших указаний. Прием!» «Зажигание – это центр. Нельзя допускать, чтобы фонд захватил пару угрозы живой. Действуйте на свое усмотрение, как поняли прием. Центр вас понял. Не позволить фонду захватить пару угрозу до связи». Паучиха ощутила, как тошнота в очередной раз подкатывает к ее горлу. Это был единственный возможный выбор. Сида никогда не смирится с тем, что один из их священных зверей оказался в плену у людей. Часть тысячелетнего договора между светлым народом и человечеством включает в себя право отомстить любому человеку, нарушившему этот пакт. Насколько она знала фонд, те никогда не откажутся добровольно от уникального паранормального экземпляра. Ее воображение рисовал яркие кровавые образы деревьев, разворачивающихся в волшебные двери, и сотни гибких скелетообразных существ, мычащихся верхом на спинах тигров и оленей, в коронах из рогов и с мечами из чистейшего света звезд. Она представила себе то, чем закончится нарушение древнего мирного договора между человечеством и его альтернативно-вселенными соседями, полномасштабную межпространственную войну. Даже если дикая охота потерпит поражение, вторая миссия ГОК — сокрытие существования паранормальных явлений от человечества, не сможет пережить тотальную войну с царством феи. Предложение команда? — спросила жаба, прерывая ход ее мыслей. — Дай минутку на подготовку, я могу всадить пару пуль единорога в голову, это лучше, чем позволить им взять его живым, — ответил Скунс. — Лучше оставить его в живых, — заметила киса. — Фондовских осталось еще семеро. Мы возьмем на себя два, новичок одного и зэка, и по ходу дела освободим цель. — Убить их? Значит, надолго разосраться с фондом, — заметил Скунс. — Оно нам надо? — Лучше разосраться с ними, чем с зимним двором, — парировала киса. — Я говорю, ликвидируем единорога, и фонду останется не более чем забавный труп, — возразил Скунс. — Мы? — Я понял, — прервала их жаба. — Паучиха, есть идеи? — Черт возьми. — Погодите, — ответила Паучиха. Ее голова кружилась, это было слишком много для нее. Ее первая миссия, и она уже застряла посреди леса на пороге возможной паранормальной войны, вынужденная выбирать между раздором самым могущественным из королевствей и одной из самых сильных паранормальных человеческих организаций мира. Ее разум все еще не справился с осознанием всех ужасов, которые могут начаться в эту ночь. И в довершении она была одета в нелепый обтягивающий комбинезон, держала оружие, которым она едва знала, как пользоваться, да еще и слегка пахла мочой. Слегка пахла мочой. Она осторожно отошла чуть назад от своего укрытия и отвернулась от агента фонда. Очень медленно расстегнула молнию на маске, стянула костюм с головы. Глубоко вздохнула свежего воздуха, а затем поднесла капюшон к лицу и слегка принюхалась. Да, она определенно почувствовала легкий запах мочи от ткани. Должно быть, какие-то брызги долетели от заключенного до того места, где она лежала в укрытие. Паучиха голос жабы звучал резко и нетерпеливо. Впервые за всю эту ужасную, раздражающую и изнурительную миссию Паучиха улыбнулась. «Думаю, у меня есть третий вариант», — сказала она. «Им потребовалось еще полчаса, чтобы найти неплохое место для выполнения ритуала». Скунс, следивший за фондовцами, сообщил, что те подлатали раненых товарищей и готовились грузить единорогов в рецепт. Жаба помог Паучихе натянуть камуфляжную ткань над головой и верхней частью туловища, в то время как она вытащила свой сверхпрочный планшетик и гримуар. Яркость экрана была настроена достаточно низко, кроме как через визор при его свете читать было невозможно. Она нашла нужное заклинание и дважды постучала по экрану, заставив предстать во всем своем ослепительном величии сложный фрактал. Она взяла выпачканный мочой капюшон и разместила его в центре изображения. Затем вытащила Атами с черной ручкой из кармана брюк и уколола палец левой руки. Капля крови, упавшая с ее пальца на ткань, заставила изображение фрактала коротко вспыхнуть. Она положила нож на капюшон, закрыла глаза и протянула руку. Она почти слышала голос своего профессора из практической магии. Принцип внушения является одной из самых базовых форм магии и составляет одну из самых старых разработок центра. Принцип прост. Однажды вместе, навсегда вместе. Часть влияет на целое и на две вещи, которые были частями одного целого, сохраняет между собой магическую связь. Именно поэтому для кукол Вуду требуются волосы или обрезки ногтей, намеченные жертвой. Именно поэтому почитаются мощи святых и мучеников. И именно поэтому столь строг меморандум ГОК об обязательной и правильной утилизации использованных презервативов после секса. Паучихе доводилось использовать и лучшие привязки, чем несколько капель засохшей мочи, но доводилось также использовать и худшие. D-75-213 был неплохим парнем. Да, он убил человека, но тот мудак это заслужил за то, что сделал с его младшим братом. На сделку, которую ему предложил человек в черном костюме, D-72-213 пошел по одной простой причине. Один месяц это в любом случае лучше, чем 15 лет жизни. Чем раньше он отбудет срок за тюремной или решеткой или в качестве приманки для сказочных чудовищ, тем скорее он попадет домой, чтобы заботиться о своей маме. В любое другое время он и подумать не мог бы сделать то, что собиралась продиктовать ему Паучиха. Но только что его едва не убил, как единорог. И ум его слегка заходил за разум. D-75-213, даже не осознав придуждение, потянул за один из семи серебряных кольев, удерживающих единорога под сеткой. Единорог, однако, сделал выводы незамедлительно. Он вырвался из-под сети и бросился на свободу. Убивать D-75-213 он не планировал, но тот стоял на пути. Перламутровый рог переполовинил растерявшегося заключенного и скрылся в темноте. Перемать заорал ломбарде, вслед удиравшему в лес существу. Он пробежал за ним несколько метров, но быстро сдался, еще вырвался, сердито завертело головой. Ладно, ребята, покуемся, миссия провалена. Мы можем его догнать, Макс, крикнул Вэнс. Макс в ломбарде обернулся к подчиненному и ухватил молодого человека за шиворот. Ты собрался ловить единорога без девственника в качестве приманки? Ну так давай, я даже цветы на твои похороны принесу, а сам я собираюсь сматывать удочки и топать домой. Мы потеряли троих плюс приманку. Мы оперативно неэффективны. На кой хрен он это сделал, спросил Беккет. Зачем он выдернул колышек? Он же знал, что произойдет. Знал ли он, а я грибу? Я нихрена не знаю. Знаю только, что мы прерываем миссию и уходим. Черт бы его побрал, бестолковый расходник. Вэнс покачал головой, но спорить дальше не стал. Когда взошло солнце, семеро оставшихся членов группы, содержание фонда подобрали тела трех своих коллег и одного сотрудника класса D и двинулись домой. Единорог нашелся на полянке, где он тихонько пасся в невысокой травке, возле кольца грибов. Зрелище того, как гротесное создание гложет траву акулиями зубами, выглядело сюрреалистичным. Когда экспертная группа зажигания остановилась на краю поляны, животное вскинуло голову и уставилось на них. Четверо людей застыли на месте, молча глядя на смертоносное создание. Единорог выркнул, затем медленно пошел к паучихе и наклонил к ней голову, нюхая протянутую руку. Паучиха нервно сглотнула, когда существо потерлось об нее носом и приблизилось к ее лицу. Зловоние его медно-кетонового дыхания обволокло ее, как миазма смерти. Взошло солнце, и он исчез в мгновении ока, оставив вьющееся облако светлячков, которое также быстро сгинуло с глаз. «Не знал, что ты девственница», – тихо сказал жаба. «После моего изменения личности, да, думаю, это так», – прошептала паучиха. Она потерла лицо в том месте, где единорог терся об него носом. На нем тогда осталась маленькая стекловидная чешуйка, которая теперь рассыпалась в пыль, словно никогда не существовала. «Хорошо», – откашлившись, – сказал жаба, – «нам предстоит долгий обратный путь. Пошли». ДК Альфине закрыла отчеты в операции и положила в стол, поверх аккуратной стопки распечаток показаний и отчетов. Учитывая все обстоятельства, – сказала она, – ни к кому конкретно не обращаясь, – экспертная группа зажигания превзошла все ожидания. «Предзнаменования никогда не лгут», – отвечал глашатый. Ее образ появился на экране компьютера Альфине. «Кремниевые богини предсказали этот результат, – как и его сатанинское величество, – прошептал Маркус Кроули ей на ухо. В каждом его слове чудились запах серы и отзвуки криков обреченных. «Вы ошибаетесь, когда сомневаетесь в их способности. Тогда почему вы так разочарованы?» – спросила Альфине. «Мы не об этом». Заместитель генерального секретаря открыла другую папку и бросила ее на стол. «Полный отчет о предзнаменовании кремниевых норм», – сказала Альфине. «И не спрашивайте, откуда он у меня. Я перед вами отчитываться не собираюсь». Норна и впрямь предсказали 95-процентные шансы на успех операции. Но также они предсказали 50-процентный шанс на возрастание напряженности в отношении с фондом. Что выглядит весьма интересно, если учесть, что другие группы имели примерно такие же шансы на успех, но гораздо более низкие шансы на конфликт с фондом. «Что касается вас, сатанинские ученые всегда возражали против соблюдения коалиции договора Артура с королевствами фей. Не так ли?» – продолжала Альфине. «Наиболее вероятной альтернативой конфликту с фондом стал бы конфликт с феями. Внезапно и случайно, как я погляжу, две организации, ранее друг с другом нездоровавшиеся, вдруг стали едино в стремлении подтолкнуть совет к возвращению группы зажигания в поле. Как интересно. Я не знаю, на что вы намекаете. Я не намекаю, я прямо говорю. «Предь не используйте отделение Физис для осуществления своих собственных планов», – сухо сказала Альфине. «Если я еще раз замечу за кем-то из вас что-то подобное», – она подняла руку и нажала на кнопку. «Тут же образы Маркуса Кроули и Глашатая вздрогнули. В соответствующих местах материализовались две ударные группы, отключив свои плащи-невидимки и вскинув автоматы к плечу. Я знаю, кто вы и где вы находитесь», – произнесла она. «В следующий раз, когда увидите этих ребят, это будет последнее, что увидите в своей жизни». «Вы не можете. Еще как могу. Цели первой и второй миссии – выживание человеческой расы и сокрытие паранормального мира, куда как важнее защиты жизни двух отдельно взятых людей. Собрание объявляю закрытым. Последнее, что увидела Альфиней перед тем, как представители кремниевых норм и ученых церкви Сатаны исчезли с экрана ее компьютера, были злые и удивленные выражения на их лицах. Они нескоро простят. С другой стороны, она тоже ничего не забудет. «Приступаем к самой важной фазе левой операции», – сказал Жаба, поднимая кружку пива. «После операционной пиво с командой за успешную миссию и за то, что никто не был убит или ранен. И за боссанную маску, которая спасла положение», – добавил Скунс. «Из-за нее четверка чокнулась кружками и присосалась к фирменному пенному вареву Лаки Каллигана. Этого бара не было на картах и в списках. Технически действовал он незаконно, поскольку не имел разрешения на продажу спиртных напитков. Однако, ввиду того, что владелец бармен и все гости являлись оперативниками ГОК, местные власти по понятным причинам их не трогали. Паучиха сделала еще один долгий глоток пива, наслаждаясь холодной, горькой настойкой. Потом поставила кружку, откашлявшись. «Извините, что я спрашиваю о таком», – деликатно сказала она. «Но есть кое-что, что мне интересно. Выкладывай, паучиха», – сказал жаба, наливая себе еще пиво. «Как погиб Бигель?» – спросила паучиха. «Остальные три члена группы замерли». «Ты что, не в курсе?» – спросил Скунс. «В его досье просто сказано, погиб в бою». «Это ничего не...» «Его сажал дракон», – сказал киса. «Технически это была народная жизнеформа из другого измерения», – уточнил Скунс. «Он был 300 фунтов в длину в чешуе, летал и выдыхал огонь. Технически он не выдыхал огонь, он привался коллоидным белым фосфором и натрием». «Дракон», – настаивала киса. «Ладно, это был дракон», – сдался Скунс. «В любом случае оно сожрало Бигеля. Зажарило живьем и сожрало, как цыпленка», – согласилась киса. «Знаешь, какие были его последние слова?» «Держитесь, ребята, я его достану». «Вот же придурок». «За агента Бигеля», – сказал жаба, снова поднимая бокал. «Самого смелого и самого славного и самого придурковатого человека, которого я встречал. За Бигеля». Они снова чокнулись и принялись пить.